Здравствуйте! В этом видео хочу поделиться с вами моим самым любимым способом соединения спинки и полочки. На мой взгляд это самый идеальный способ соединения и я им пользуюсь уже очень давно. Допустим, одна сторона это у нас полочка, а вот это спинка. И петли закрыты. Для того, чтобы соединить нам нужен только крючок. И что еще нужно? Нужно вот эту последнюю петлю с одной стороны, неважно спинки или от полочки, распустить только кромочные петли. Вот я вам сейчас все покажу. Вот это последняя петля, так, ряда. А теперь вот эту петельку, вот она кромочная. 1, вот эта кромочная, 2, вот эта кромочная, 3, вот она, видите, вот она, 4, вот еще 5. Я их сразу одеваю на спицу, чтобы не потерять. И так я весь ряд. И неважно какой он длины, кромочные петли есть всегда, в любом узоре. Вот, и еще. Сейчас делаю все до конца, чтобы вам показать. Вот, и вот последняя, все. Теперь надо соединить лицо с лицом, вот так, да? Вот, лицо и лицо. И теперь со стороны, где у нас не распущенные петельки, я ввожу крючок. Так, давайте я вам покажу, чтобы было точно все видно. Разверну. Вот здесь у меня распущенные кромочные, а здесь обычный ряд. Закрытые петли. Ну, как обычная, вот спинка, допустим, или полочек. Крючок я ввожу под обе полупетли кромочной петли. Первой. Вот она. И через нее вывожу вот эту вот петлю. Первую кромочную. И с ней же вместе я захожу в следующую кромочную петлю. И подхватываю следующую. Так, здесь важно не потерять петельки. И пропускаю их вот так. Видите, здесь обе полупетли здесь кромочные. И вот эту вот кромочную я пропускаю под ней. Так, и так дальше. Следующую. Вот она, кромочная у меня. Подхватываю вот эту. Вот так же. И дальше. Вот в эту. Следующую кромочную. Должно сказать, что это довольно быстро происходит. Просто в камеру очень сложно делать. Попробуйте один раз так сделать. Уже иначе соединять никогда не будете. Я вам покажу результат. Он просто потрясающий. Вот так. Вот. И так. Следующую. у меня разное количество рядов очевидно это образец и дальше просто последнюю петлю я делаю обычно уже когда кромочные все заканчиваются вот последняя петля это подтягивать подтянуть надо и так вот все работа завершена у меня в идеале конечно у вас одинаковое количество рядов поэтому количество кромочных у вас будет равное вот и все вот посмотрите совершенно идеальное соединение ничего не растянуто не стянуто вот так выглядит с лицевой стороны пожалуйста так выглядит с изнаночной стороны крючок уберу так с изнаночной пожалуйста и ничего не стянуто спасибо большое за внимание всего доброго до следующих видео